привет друзья все кто не спит сегодня в очередной раз хотя уже наверное тысячу раз писал статьях говорил в видеороликах на тему тяжелоатлетических поясов и корсетов кстати напишите в комментариях что вы думаете по этому поводу обязательно когда будете смотреть на моем youtube канале этот ролик поставьте лайк или дизлайк и напишите комментарий что вы думаете как вы считаете понравилось вам или не понравилось это очень важно для того чтобы я понимал какие ролики вам нравятся что вы думаете на ту или иную тему обязательно пишите какие темы какие вопросы вас интересуют и не забывайте просматривать ранние ролики читать статьи 99 процентов вопросов которые вы задаете мне не важно где здесь в инстаграм на моем сайте в группах в соц сетях или на youtube канале они уже есть и в видеороликах и в статьях и так что касается корсетов и поясов идет такая большая реклама сейчас огромная реклама я бы сказал на корсеты якобы они помогают уменьшить талию друзья это чушь ничего кроме вреда такой корсет вам не принесет особенно если вы будете тренироваться в таком корсете если вы девушка или вы парень не тренируйтесь если вы девушка в корсете не носите его если вы парень не разрешайте своей девчонке делать это потому что точно так же как и тяжелоатлетический пояс если вы будете как идиот затянутым в этот пояс ходить всю тренировку кроме как вреда вам это ничего не принесет большинство использует тяжелоатлетический пояс для того чтобы не разрасталась талия не будем греха таить потому что мало кто вообще в принципе работает с серьезными весами еще меньше людей кто приседает и делает тяги так вот друзья от того чтобы разрасталась талия он не поможет да и не разрастается талия не от приседаний не от становых тяг это все миф и чушь чтобы ваша талия разрослась от приседа вам нужно приседать с весом штанги в два раза превышающим как минимум ваш собственный вес и не на один два раза а на 10-12 повторений кто из вас парни на такое способен про девчонок я уже не говорю задумайтесь об этом но мы знаем что межпозвоночные позвоночные грыжи протрузии возникают чаще всего именно в поясничном отделе позвоночника так оно и есть это самый травмированный участок позвоночника подвержены травмам и возникает где-то в районе пятого позвонка связано это со многими вещами но в первую очередь с тем что мы с вами очень много сидим практически не ходим пешком если вы не ходите пешком то позвоночник особенно в поясничном отделе не получает питательных веществ кто не знает то позвонки не питаются к ним не приходит кровь и с кровью как ко всему другому организму не приходят питательные вещества происходит только за счет диффузии то есть за счет поступления туда воды и вымывание оттуда воды когда вы сидите постоянно то позвонки можно сказать высыхают а когда вы ходите пешком именно не бегаете а спокойно либо немножко в быстром темпе идете пешком главное чтобы не было фазы полета это самое полезное что может быть из видов аэробики кардио как хотите называйте потому что происходит следующее вода поступает в позвонок когда позвонки расходятся и когда вы делаете шаг вода оттуда выходит с водой приходят питательные вещества так позвоночник питается так позвоночник защищает себя от всевозможных травм протрузий для того чтобы позвонки находились на своих местах нам нужна очень сильная поясница и пресс другими словами мышцы кора в которые входят еще другие мышцы косые мышцы живота которые мы с вами специально не тренируем вы тоже это помните для того чтобы не разрасталась талия талия разрастается именно от того если тренировать пресс с дополнительным отягощением делать глупые упражнения и конечно же в первую очередь если вы жрете как свинья то и талия у вас будет как свинья от приседаний от становых тяг при грамотном питании талия будет только уменьшаться конечно вы можете и должны и обязаны делать вакуум по утрам опорожнив при этом живот чтобы не было там пищи чтобы вы не испытывали тяжести и многие спрашивают а как это скажется на внутренних органах друзья это гимнастика это упражнение из йоги и на внутренние органы если вы грамотно подходите к этому вопросу действует только положительно что происходит когда мы используем корсеты и тяжелоатлетические пояса наши мышцы кора расслабляются и со временем вы можете получить травму уже даже в быту просто наклонившись зачем-то поэтому друзья думаем как всегда головой не уподобляемся этим дебилам которые ходят в корсетах которые затянутся в пояс и ходят всю тренировку так а еще оденут кистевые ремни приседают 20 килограмм но натянут на себя на коленнике обмотаются бинтами это просто смешно это кроме смеха не вызывает ничего еще и сожаление вызывает потому что многие тренера заставляют приседать в поясе запомните для себя такое правило если вы работаете с весом и работаете на два-три повторения вот только тогда имеет смысл одевать пояс тяжелоатлетический не корсет корсет нам никогда не нужен но если вы не соблюдаете технику если у вас слабые мышцы гора поясница и пресс это однозначно не убережет вас от травмы никакой пояс никогда не убережет вас от травм если вы не умеете делать то или иное упражнение отрабатывайте его отрабатывайте его с пустым грифом с бодибаром ни в коем случае не одевайте пояс и не работаете на обум это неправильно когда вы работаете и большинство из вас из нас работает чаще всего с весами с которыми мы приседаем 8 10 12 повторений 15 20 да даже если 6 повторений пояс нам не нужен он нам будет только мешать помимо того что он расслабляет мышцы кора вы уже поняли надеюсь но еще что очень важно и корсет и пояс увеличивают давление а это скажется уже очень не хорошо на нашем здоровье это скажется не очень хорошо на варикозе это скажется не хорошо на зрении глазное дно тоже повысится давление и как вы понимаете в этом нет никакого смысла поэтому если у вас нет пояса это замечательно если вы умеете держать поясницу это хорошо все говорит о том что пояс и корсет только вредят многие одевают корсеты еще такие теплые специально чтобы потеть но представьте себе вы потеете и это все собирается между поясом и кожей это тоже нехорошо это тоже скажется очень негативно на той же кожи хотя бы или на потоотделение во-первых повышается температура мы под у нас проект как раз таки в первую очередь происходит для того чтобы организм охлаждался как охлаждающая жидкость не забывайте обо всех этих вещах сначала подумайте головой почитайте изучите тот или иной материал вопрос любой чем бы вы не занимались и вы сами увидите сами придете к правильному решению не нужны вам для этого псевдо тренера либо люди продающие тот или иной аксессуар сейчас очень много всего потому что люди все больше и больше идут фитнес естественно появляется все больше и больше аксессуаров полезных кремов которыми натеревшись одев пояс вы якобы улучшите жиросжигание все это чушь жиросжигание происходит только когда вы хорошо тренируетесь правильно грамотно питаетесь и не кушаете до сна вот вы ляжете тогда спать выделиться гормон роста и будет происходить процесс жиросжигания кстати в это же время происходят процессы и наращивание мышечной массы надеюсь друзья я в очередной раз доказал вам показал что пояс и корсет нам с вами не нужны посмотрите на многих пауэрлифтеров современных которые тянут за 200 приседают огромные веса и есть люди которые не используют пояс почему потому что они глупы или они не хотят сохранить себе здоровым позвоночник тоже об этом задумывайтесь очень много всяких мифов чуши приходится слышать от людей если вы хотите чтобы у вас все было хорошо с позвоночником у меня вышли новые статьи на моем сайте вейчамжим.ру в группе вконтакте почитайте почитайте как всего лишь используя две фишки экстензии и гиперэкстензии можно навсегда избавиться от болей от проблем позвоночник если они у вас есть либо вообще предотвратить эти проблемы всего-навсего нужно делать экстензии перед тренировкой и после тренировки делать гиперэкстензии старая школа все это знали все это делали посмотрите как занимаются тяжело атлеты те кто тренируется каждый день у них чуть ли не каждый день и приседы и тяги причем рывковые толчковые вы не представляете сколько всего они делают но при этом у них нет проблем таких с позвоночником как у многих кодибилдеров которые приседания вообще никогда не делали конечно травмам подвержены все но говорю друзья приседание это самое безопасное для коленей что может быть приседания безопаснее чем разгибания ног в тренажере или сгибания если вы делаете все грамотно и глубокий присед безопаснее для колена чем полуприсед почитайте об этом мои статьи я вам там четко популярно рассказываю почему и как и все это если вы прочитаете откроете учебник анатомии желательно спортивной буквально пару предложений строение коленного сустава и сами поймете что никак глубокий присед при грамотной технике не может повредить коленному суставу задайте вообще самому себе своему инструктору который вам это говорит а что повредиться в коленном суставе да большинство из них вообще понятия не имеют как из чего состоит коленный сустав а если скажут что к примеру мениск то пусть скажут почему как произойдет травма из-за чего про связки я уже и не говорю даже друзья тренируйтесь приседайте обязательно приседайте это лучшее упражнение и для парней и для девчонок лучшее вообще что может быть не приседая вы обкрадываете себя обкрадываете очень сильно делайте тяги но при этом естественно особое внимание обращайте на технику и и приседания и становая тяга относятся к тем упражнениям которые никогда ни при каких условиях не делать подказ тем более за грань отказа это реально может вас убить потому что приведет к нарушению техники нарушение техники приведет к проблемам и в пояснице и в коленном суставе но если соблюдать все условия необходимые для приседа для тяги вы никогда не получите травму наоборот вы будете получать только пользу что в жиросжигании то и в наборе мышечной массы и самое главное конечно же в силе недавно смотрел ролик шреддера вообще меня просто убило он там рассказывает о своей программе силовой лифтерской еще и назвал глупее тупее безграмотнее и опаснее совета нельзя дать чем шреддер дает в этом ролике и все шреддера поклонники как дураки открыв рот сжелывают как птенцы это эту блевотину он говорит что тренироваться там нужно в отказ любой пауэрлифтер тяжелоатлет силовик знает что отказ убивает силу и никто из представителей силового вида спорта никогда не тренируется в отказ они избегают этого большинство школ вообще не тренируется никогда с весом больше 70 процентов от тех которые он хочет показать на соревнованиях я поражаюсь что такие простые вещи исходят от такого человека шреддер все-таки производит впечатление по крайней мере своей формой ну как грамотный но когда послушаешь иногда особенно вот в этом ролике что он говорит складывается впечатление что это просто безмозглый человек которому просто повезло с генетикой и чтобы он не делал у него был бы хороший результат конечно отдаем ему должное он хорошо и грамотно питается но совет делать присед в отказ тягу в отказ это бред ничего кроме предпосылки к травме и к остановке силовых показателей это не принесет и неважно принимаете ли фармакологию или нет большинстве роликов о которых я говорю на той или иную тему я говорю в основном для всех а принимаете вы фармакологию или нет это уже ваше дело хотя нужно отметить что тот кто принимает фармакологию может плевать на некоторые правила но не на правила техники не на правила действующие на силу то что отказ убивает силу отказ действительно нужен но отказы бывают разные я могу назвать как минимум три разных вида отказа и вы знаете кто смотрит мои ролики что тренируя промежуточные мышечные волокна нужно подходить к отказу что тренируя окислительные мышечные волокна тоже нужно подходить к отказу входить в отказ но это уже совершенно другой вид отказа неужели все это лежащие на поверхности если вы действительно увлечены тем чем вы занимаетесь может как-то когда вот какой-то дурачок вам советует что-то вы это сами не видеть для меня это остается непонятным друзья подъезжаю уже к залу сегодня у меня грудные со спиной спасибо всем кто смотрел обязательно поделитесь этим роликом в своих соц сетях повторяю если хотите помогать каналу подписывайтесь на канал ставьте лайк если нравится ставьте дизлайк если не нравится обязательно напишите комментарий напишите что вы думаете по этому и по другим темам согласны вы со мной не согласны все это поможет и каналу в плане развития чтобы ролики поднимались выше и поможет нам с вами делать канал интересней потому что все таки за три года обсуждены уже наверное все возможные темы и по многу раз одно и то же сложно находить вопросы которые будут интересны многим поэтому именно вы и задавайте темы следующих последующих видеороликов не забывайте купить мою книгу ступени натурального бодибилдинга или факт фитнес просто наберите в гугле в поисковике название и выйдет много ссылок где и как ее можно купить тренируйтесь друзья тренируйтесь с умом восстанавливайтесь соотносите свои тренировки именно с питанием и с восстановлением только от этих двух факторов и должны складываться ваши тренировки потому что если вы не можете на данном этапе вашей жизни хорошо достаточно спать полноценно питаться то и тренировки ваши должны немножечко корректироваться под ваши возможности так что друзья всем пока увидимся как всегда в тренажерном зале с чем категорически не согласны давайте двигаться вместе развиваться вместе и двигать в массы правильные идеи правильные теории и соответственно рабочую практику так как практика это наше все теория без практики друзья это гниющий труд друзья не пропустите я уже выпустил ролики и статьи с нормативами с тестами когда переходить с уровня новичка среднячка на продвинутый уровень и начинать тренироваться по принципу периодизации отдельно статьи и видео для парней отдельно статья и видео для девушек обязательно изучите их проверьте свои знания проверьте свои силы чтобы каждый ваш шаг был на ступеньку выше чтобы вы не скатывались назад не топтались на месте только развивались только двигались вперед сохраняя и улучшая при этом свое физическое здоровье вступая в мою закрытую группу профессиональных тренировок на каждую новую неделю я выкладываю тренинг как раз таки рассчитанный на циклирование периодизации на все типы мышечных волок и тебе не нужно тратить время просто заходишь в начале недели открываешь график и на следующую неделю у тебя полностью целиком расписан тренинг тренировки по дням по упражнениям по количеству подходов повторений и все что с этим связано заплатить за группу нужно за вступление в группы но ты платишь всего один раз в группе нас уже 140 человек нет ни одного недовольного так что делай свой выбор если есть время и желание развиваться изучать все это то все есть на моем сайте если нет то просто вступай в мою закрытую группу увидимся друзья как всегда в тренажерном зале не забывайте поделиться данным роликом со своими друзьями всем пока сухой мышечной массы и силы без травм салют и и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok